Всем привет, это канал ОМОХ ТВ. Сегодня 21 апреля 2016 года. Мы сегодня оказались в городе Линкольн. Что можно сказать про этот город? То, что это столица штата Небраски. Здесь вот есть два больших стадиона. Один по бейсболу, другой по футболу американскому. То, что мы видим впереди, это бейсбольный стадион, а вот слева, чуть-чуть вот там, кстати, я хотел бы проехать у него, там этот футбольный стадион. Линкольн не такой большой городок, всего около 300 тысяч. Второй по величине в штате Небраска. По размерам он тоже намного меньше, чем Омаха. Здесь есть, а у него стоят Небраски. Вот стадион футбольный. Может сейчас здесь вот они играют. Честно говоря, ничем Линкольн так не это. То есть, чисто университет, стадион и все. То есть, так город так себе. Мы сейчас, конечно, проедем по нему. Ну, как вы понимаете, точнее, если вы знаете, то в Америке столицей штата является небольшой городок. Поэтому... Вот Линкольн один из таких столиц. Один из 50 городов столицы. Здесь вот какая-то улица-то. А! Девятая. Норд-девятая. Север-девятая. Здесь, кстати, что интересное, то что в Омахе тяжело найти людей. А здесь из-за того, что много студентов, то... Много пешеходов на улице. Да, пешеходы хотя бы есть на улице. Сейчас мы хотим найти... Упс. Ну, просто, конечно, такой маневр делаем. Капитолий. Да, мы хотим найти Капитолий. Я, кажется, его уже вижу. Да, он с правой стороны. Вообще, есть в Америке такие два штата. О, или фу. Два здания таких. Вот. Небраски и еще где-то. Ты уснул? Нет, я не уснул. Я просто по даунтауну ездил. В основном движение одностороннее. Движение одностороннее. Мы хотим подъехать именно к зданию. К Капитолию. Да. А внутри поснимать нельзя? Не знаю. Почему? Вы ходили в Димойн, снимали даже кабинет этого... Мэра. Мэра? Снимали. Кстати, здесь красиво. А почему нельзя зайти в Капитолию и в Линкольн и поснимать? Только лежа мы здесь оказались. А, ну то, что я говорил, что хотя бы здесь и люди есть. Не, ну в Омахи-то тоже в центре города ходят люди, особенно в обеденный перерыв. Еще даже и бегают. Да, ну так. Переодеваются в шорты и в обеденный перерыв пробежечку делают. Вот он. Вокруг своего офиса. Попробуем сейчас с ним подъехать. В балконе что-ли? Вот мы и подъехали. Нет, мы еще не подъехали. Церковь какая-то старинная. Масонский темпл. Кристиан написано, а там масонский темпл. Вот он. А это Кристианская церковь. Кстати, очень красивая. А вот он, зале Капитолия в Линкольн. Здесь заседает правительство штата. Оно, кстати, если кто-то разбирается, оно однопалатное. В Нембрязке. Везде в основном есть две палаты. А здесь одна палата. Аббасы тут. Истанно. Взять. 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 вполне может быть через дорогу от капитолия скажем может быть кстати домик такой ухоженный и штат флаг штата я например хочу зайти внутрь поснимать там наверно очень красиво мы объехали его по периметру я сняла этот капитолий с четырех сторон вот он вход и туда кстати люди какие-то идут про не чуть-чуть дальше я сниму вход да вот кстати это главный вход в как памятник президенту линкольн да здесь даже припарковаться не идет царпушка чем очень красивая такая светленькая ты ищешь место для парковки прям возле здания ну туда дальше проедь вон за той машиной а там тоже а вон за той машиной нельзя станет нету табличка стоит снимает здание а я сняла уже мы уже там уже сразу сторон она объехали здесь по идее должно быть несколько входов вот сюда можно поставить табличками не ставить машину до да либо для инвалидов а вот и еще одна христианская церковь увитая плющом пошли читать имена по плющи по плющи вот раз по ходу дела камень по ходу дела плющи назвали улиц Субтитры сделал DimaTorzok Пошли внутрь Мы решили поснимать Капитолий изнутри С восьми до пяти вечера Здесь такая атмосфера интересная Как будто попали в средневековье Такая акустика На двери написано Часы для публичного посещения Сюда можно зайти как в музей Такая акустика А давай на ресепшене спросим Куда можно пойти поглазить Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Мы хотим спросить, где мы можем посмотреть Что мы можем посмотреть Вот Субтитры сделал DimaTorzok и здесь находится в универсальном этапе. Этоrum так, что ты собираешься на первую очередь. Вы должны смотреться на вторую очередь, и они являются трудной залоги из 不要 надежды. Редактор у playgroundов идёт intéressаться по вторую форму. И затем всё, он 14. Поехали. Спасибо. Это бесплатно? Да. Спасибо. Я его возьму. Визитерный гайд. Спасибо. Окей. Спасибо большое. Саш, нам сказали на первом этаже, на втором и потом на четырнадцатом. На каком четырнадцатом? Она сказала на четырнадцатый этаж. Поснимай. Так пошли на второй этаж. Пошли. А на первом что-то есть? Да, окей. Слушай, это одновременно и правительственное здание, и музей. Сюда ходят люди, как у музея. Туристы ходят. Мне нравится. Мне нравится. Здесь такая атмосфера средневековья. А мы пойдем на четырнадцатый этаж? Нет. А что на втором этаже можно посмотреть, Саш? А ты можешь вот это поместить? Вау, как здесь красиво. Здесь все такое мраморное. Тут мы пришли в какой-то зал. Там сзади меня. Вот экскурсия для маленьких деток. А? А мне без разницы. Мне удобно, когда руки свободны. А что, пол видишь, пол? Пол? На полу нарисованы какие-то фрески. С крокодилами. А мы тут тут будем стоять или походим? Пойдем. Пошли. Я просто уже поснимала вот этот зал небольшой такой. Оно квадратное, да? И мы находимся в центре. Оно квадратное, да? Оно квадратное. Александр, да? А кабинет сенатора где? Надо было у бабульки спросить, на входе. Саш, смотри, здесь такая галерея с какими-то выдающимися личностями. Телефончик. Прикольно. Таксомат. Здесь остроят что-то во дворе. Банкир, журналист и государственный деятель. Двихт Грисвольд. Это кто? Артур Веймар Томсон. Американский аукционер. Хартли Бур, Александр. Философ, поэт и учитель. Натан Голд, бизнесмен, лидер, филантроп. Самого фамилии. Филантроп это тот, кто деньги отдает на благотворительное. То же самое, что я думаю, что Ускоро. Что Уоррен Бассет, а этот кто с газетой? Гильберт Хичкок, журналист и государственный деятель. А Хичкок, он тоже из Линкольна, да? Омаха, Джеральд, WorldGerald, читая газетку, Хичкок. А во дворе им что-то красоту какую-то наводят. Фонтан будет или что-нибудь такое достопримечательное. Я лично хочу на 14 этаж. На вершину этой башни залезть. А давай поищем кабинет сенатора. Не написано про кабинет сенатора? А это лифт? Поехали на 14 этаж. Тут еще какие-то экскурсии проводятся. Там что-то наверху они смотрят. Я тоже хочу поснимать наверху. Стрелка на каком этаже лифт? На каком сейчас этаже? На третьем? А это, смотри, вместо стрелки там меч крутится. Приехал? А ты нажал наверх? Ну да. Они там что-то наверху снимают. Я тоже хочу. Я хочу наверху поснимать что-то. Бегу-бегу. Бегу-бегу. Прикольно. Какой-то грузовой. Ну сказали 14 этаж. Ну поехали на 12. Ну поехали. А тут нет 14 этажа. Там наверно нужно пешком идти. Мы вниз поехали. Мы поехали на первый. Поехали. Мы в подвал попали. Нам кажется, что не надо. Wrong board. Yeah. What are you guys trying to get to? Top? Yeah. Well, we'll go up to second first. You're in the wrong elevator. Just when it goes to 12. Use another elevator, yeah? Yeah. I'll show you. Мы опять сюда приехали. Другой элеватор нужен, да? Тут везде экскурсии идут. Прикольно. Ну тогда, когда будет, думаю, тоже. Слушай, а ты не хотел ходить? Честно говоря, мы... У меня самое яркое впечатление, может быть, за последние полгода, а ты не хотел ходить. Здесь есть 14 этаж? Этот идиот наверх. Мы сейчас еще сверху поснимаем. Че ты ржаешь? Че ты ржаешь? Потом скажу. Не на камеру. Так, говори, ты все свои. Не стесняйся. Этот идиот он. Какой идиот? Ну, так послышала, что ты сказала, этот идиот наверх. Я сказала? Ну, я же не про тебя. Я не специально. Вау. Мы, по идее, сейчас на вершине башни. Тут че-то такое ветер. А мне интересно, че здесь. А тут закрыто. Вау, вау, вау. Вот, я вижу нашу машину. Я тоже. Вон она беленькая. Мы же с этой стороны заходили. Это, по ходу дела, вход для посетителей. Да, мне кажется, это мост и болт. А тут главный вход... Кстати, вот смотрите, да, вот. Ну, такой большой городок он, на самом деле. Ну, вид отсюда захватывающий. Да, ну, что, самое высокое здание. Я думаю, если бы оно было даже в 14-й поле. Самое высокое здание в Линкольне? Да, вот тут камня строились. Какой идеально ровный горизонт. Небраска, штат, полей. Кукурузных. Стой, я тебя не снимаю сейчас. Давай. Здесь читал про флаг. Опа, на. Что? Там машину. Парковщик едет? Это, я читал про флаг штата Небраски. Говорят, что он занимает второе место с конца. По чём? По красоте? По красоте, да. Саш, на вкус и цвет все фломастеры разные. Тут интересно. Кто-то должен забить последний. Я не знаю, чё там. В принципе, на многих Вашингтон стоит. Там просто лицо Вашингтона, президента Вашингтона. Чем проще, тем лучше, да? Не знаю. А наш навороченный? Ну не то, что навороченный. А наш не навороченный. Может, ты его покажешь в журнале? А я не знаю. На следующий. Залезай на стоматровую площадку, чтобы журналы показывать. Сейчас я покажу. Ну, в общем, на нём, по-моему, на всём. Подожди, покажи его ещё раз. Наверху вот этой башни? Да. А, сеятель там? Кукурузу сеет? Ну, наверное. Ясный пень. Смотровые площадки на высоких башнях. Это моя слабость. Вон он там что-то сеет сверху. Он на Кинг-Конга похож сверху. Пошли что-нибудь ещё посмотрим. Другие окрестности поснимаем. Чё, темно? Эмерженский экзит. Ветер гуляет, да? Здесь... Что? Что снимать? Вот картины. Картины наверху? Тут ещё что-то написано. Читай, что написано. Да, тут такой ветер гуляет. Мы на Голубятник. Эта территория под видеонаблюдением написано. Слушай, тут, по идее, можно снять вид из окна с четырёх сторон. Пойдём? Я уже эти картины поснимала. Песни поют. А где песни поют? Вот вид с другой стороны. Тут, по ходу, дело от Капитолия. Да, в разные стороны идут дороги ровными квадратами, как город устроен. Там какой-то завод видно. Старый, старинный. Саш, знать бы, что это? Вон какой-то завод. Вон ещё какой-то белый дом большой, старинный. Вон церковь одна. Вот это, наверное, дом сенатора. Дом сенатора, да? Мы его сняли, когда проезжали. Такой интересный. Почему мы взяли? Вот с чем мы взяли, что это дом сенатора, наверное? Потому что там два флага, американский и флаг штата Небраски. Смотри, как ёлки растут. Маленькая, побольше, побольше. И самая последняя большая. Как это так получилось? Американцев не кормим, да и только газон подстричь. Так это же вообще-то из Европы пошло. Не знаю, я в Европе, честно говоря, не был ни разу. Тут с четырёх сторон такие смотровые площадки. Ну да. А я помню, мы, когда в Нью-Йорке были, мы понимаем, что на Эмпайр стоит. На Эмпайр? А там сколько этажей? О, сто с чем-то, он высокий. А это-то, говорят, что он наверху шатается. Полтора метра амплитудой этот дом шатается наверху. Слушай, а почему тут и не буду еще выехать? Ступеньки? Да. А их нету. Сейчас теперь с этой стороны поснимаем. А здесь прикольно, смотри, здесь нету частных домов, здесь в основном офис какие-то, да? Ну да. Это промышленная сторона города. Тут иного нашего ученства. А, точно. А вот это, ну, интересное здание, красное, вот. Спокойное. А что это? Не знаю. А это, случайно, не церковь? Может быть. Ну да. Что-что? Если мне предложили жить в Инкель, я бы... Ох, а как-то... Сто раз подумал. Попроще, что ли, я не знаю. Побольше. Да, он, потому что маленький. Ну, живут же здесь люди, им нравятся. Находят себе работу. Причем по цене тут дороже получается даже по негам. Снять квартиру? Бедрум снимаем, 720 платят. А мы за ту бедрум 750, да? Да, еще с гаражом. С гаражом. Такие темные проходы. Сразу так вау. С этого, со смотровой площадки заходишь в темноту. А с какой стороны мы еще не были? Вот там? Я туда пошла, мы туда не ходили. А здесь закрыто. А здесь мы уже были. Там одна половина площадок смотровых закрыта. А здесь я уже снимала. Там одна сторона почему-то закрыта. Нет обзора. Я не понимаю, почему. Что за прикол? Как же тут свистит? Здесь закрыто. Ой, ладно. Здесь тоже прикольный вид. Это походу дело даунтаун. С той стороны офисы.